здравствуйте уважаемые слушатели все мы как и многие жители нашей планеты с нетерпением ждем такого важного события как тотальный диктант но не успеем оглянуться как этот день придет и потом всех будет волновать вопрос как я написал диктант кстати чтобы на диктанте все прошло как по маслу давайте повторим правила постановки запятой перед союзом как и когда вы разберетесь в этом правиле на диктанте вы будете чувствовать себя как дома а русский язык знать как свои пять пальцев сегодня с вами мы вспомним случаи когда ставится запятая перед союзом как и случае когда эта запятая не нужна запятая перед союзом как ставится в трех случаях во первых если этот союз соединяет части сложно подчиненного предложения например мы долго думали как правильно написать слово если в предложении есть обстоятельства выраженное сравнительным оборотом который начинается союза как запятую обязательно ставим например ее голос звенел как самый маленький колокольчик и в третьих если этот союз входит в обороты близкие пароли в предложении к вводным словам например как правило как исключение как всегда как нарочно и подобные например утром как нарочно начался дождь или в апреле этого года как всегда пройдет тотальный диктант обратите внимание если предложение продолжается после оборота союзом как то необходимо поставить еще одну запятую в конце оборота то есть закрыть его например внизу как зеркало блестела вода давайте вспомним случай когда запятая не нужно перед союзом как во первых если оборот союзом как входит в состав сказуемого и предложение без такого оборота не имеет законченного смысла например она держится как хозяйка или озеро как зеркало обратите внимание на последний пример здесь союз как стоит между подлежащим и сказуемым и без этого союза там требовалось бы поставить тире во вторых если оборот союзом как входит в состав фразеологизма то запятую мы тоже не ставим например знаю русский язык как свои пять пальцев или на тотальном диктанте чувствую себя как рыба в воде в третьих если сравнительному обороту предшествует отрицание не или частицы совсем почти совершенно точь-в-точь и другие мы также не ставим запятую например они все делают не как соседи или у него в диктанте ошибки точь-в-точь как у соседа кроме этого надо помнить что слово как может быть частью составного союза как так и так как с тех пор как по мере того как и другие в этом случае естественно запятая перед как тоже не ставится например на диктант пришли как молодые люди так и люди постарше и наконец если оборот со словом как имеет значение образа действия например тропинка извивалась как змея и его можно заменить наречием по змеиному или существительном творительном падеже змеей запятую мы также не ставим таким образом все случаи постановки и не постановки запятой перед союзом как можно представить в виде таблицы обратите внимание на слайд дорогие слушатели я желаю вам удачи на этом замечательном мероприятии желаю вам чтобы вы все как один пришли на тотальный диктант и оказались в числе отличников личников и